Константинополь Это был ее главный торговый путь Таким образом уязвимые точки двух империй совпали Опасаясь войны с Европой Николай подписал Адрианапольский договор Договор давал независимость грекам Которые собственно Россию тут же и кинули В остальном смысл договора был в общем-то торговый Он обеспечил русским судам проходы через те самые проливы Однако английское правительство впало в истерику Россия хочет разгромить и расчленить Крупнейшие азиатские державы Персию и Турцию Неприятная правда заключается в том, что Турция уже не независимое государство Она находится в рабском подчинении, фактически является собственностью России Случалось ли, что такие пространства были подчинены какой-то империи в одночасье? Если 20 лет назад Россия была почти наполовину европейской То в тот момент, когда мы пишем эти строки Европа почти наполовину русская И разумеется, ни один здравомыслящий человек в Европе Не будет спокойно взирать на столь обширный и быстрый рост российской власти Таймс 1829 Моя обязанность заключается в том, чтобы представить вам некоторые факты о нынешнем положении в Европе От Штеттина на Балтике до Триезда на Атриатике железный занавес опустился на континент За этой линией хранятся все сокровища древних государств Центральной и Восточной Европы Уинстон Черчилль, знаменитая фултоновская речь, 1946 год На самом деле Николай считал Россию настолько сильной, что был долгое время против разделов Персии и Турции Идея в том, что Россия может покровительство этим странам и гарантируя их целостность лучше обеспечивать свои интересы Лозунг «делить наследство больного человека Европы», коим была объявлена Оттаманская империя, был выброшен именно европейскими державами Среди которых наибольшие претензии выказывала Австрия А Франция и Англия и попустительствовали с совершенно конкретной целью – антироссийской Британо-российские отношения портятся заметно Соответственно и наследники Вильсона, основателя русофобской школы, пользуются гораздо большим спросом наверху Полковник Джордж Делан Си Эванс опубликовал книгу «Самыслы России» Необходима коалиционная война, в которой против России объединились бы Англия и Франция С тем, чтобы уничтожить ее главные морские стратегические базы – Севастополь и Кронштадт Изгнать ее из Черного и Каспийского морей не без помощи кавказских горцев и Персии Установить там полное господство британского флота Необходимо также поднять и другие нерусские народы и развязать внутри России гражданскую войну Делан Си Эванс, 1828 В 1928 году ему никто не поверил Следующая книга с характерным названием «Осуществимость российского вторжения в британскую Индию» оказалась вполне востребованной Эванс тонко утверждал, что цель России отнюдь не завоевание Индии, а дестабилизация там британского правления Вероятным он считал не персидское направление, а центрально-азиатское Далее по Оксусу до Балха и через Кабул к Хайберскому перевалу Все, в общем, довольно убедительно, особенно для тех, кто не знал этих мест А их, строго говоря, тогда никто толком и не знал Лорд Эллен Бора, возглавлявший контрольный совет по Индии, рассылает труд Эванса заинтересованным лицам Губернатор Бомбея Джон Малкольм записывал в дневнике Я был убежден, что нам придется сражаться с русскими на Индии Чего я боюсь, так это оккупация Хивы, которая может остаться для нас неизвестной А всего через 3-4 месяца враг может оказаться в Кабуле Джон Малкольм, 1827 Русскую армию надо остановить подальше от Индии А что там находится подальше, никто не знал Никаких карт, никаких сведений о русских силах О флоте, например, на Каспии Единственный источник информации – Муркрафт, мертв У британского посла в Петербурге, Гейнсбери, был шпион Который доносил, что России нет сил ни с военной, ни с экономической точки зрения Она не способна предпринять поход на Индию Лорд Эллен Бора обозвал посла русофилом На самом деле британские страхи были сильно преувеличены У России не было ни малейшего шанса вторнуться в Индию через Афганистан Как это сделала армия моголов в 16 веке Европейская армия нового образца с ее сложной инфраструктурой Не могла уже повторить такой подвиг и пройти сквозь Афганистан Это было довольно нелепое противостояние В котором и Россия, и Британия преувеличивали уровень потенциальной угрозы Конечно, у русских было больше причин для страхов, чем у англичан Британская империя была мощнее, подвижнее и могла угрожать российскому ядру Очень характерная черта всех наших отношений с англосаксами От Британии до США Британцы, затем американцы Всегда переоценивали российскую, затем советскую мощь Это характерная истерика в медиа Это абсолютно естественная, генетическая реакция На любые, даже самые сомнительные Проявления признаков российского могущества И мы боялись русских Это было глупо, конечно Я до сих пор не понимаю Как русские бы могли пересылать Перебросить армию через Гималайи Но все-таки мы этого боялись И я думаю, что то же самое с американцами, конечно Мы думаем, что это гипердержава сейчас Это и есть гипердержава с точки зрения военной Но они не чувствуют себя в безопасности совсем Это нельзя никогда, по-моему, забывать Потому что это объясняет очень много В поведении и нашем тогда, и американском сейчас Что касается России, то здесь традиция скорее обратная В России принято было своих англосаксонских друзей Соперников недооценивать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому